Сегодня в России отмечается День социального работника. На территории нашего района это служба социальной защиты населения и работники пенсионного фонда. Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Почему ежегодно в свой профессиональный праздник социальные работники района приходят на стадион в репортаже Екатерины Родченковой? После построения соревнования по бегу на короткую дистанцию. Как раз здесь можно выявить самого быстрого на ногу. Затем прыжки в длину Дарс Эстафета. Все участники команд в галстуках разного цвета. В Спартакеаде участвуют 5 команд по 10-15 человек. Это ежегодное спортивное мероприятие стало уже традиционным. Такая идея родилась после того, когда мы сами организовывали различные спортивные мероприятия для многодетных семей, для ребятишек и так далее. А сами получается, что нет возможности физически участвовать. И вот мы собрались и решили. Эта идея была Наталья Сарна Крайновой. Мы всем коллективом ее поддержали. И теперь вот на протяжении уже ряда лет, это уже четвертый раз, четвертый раз мы собираемся здесь на стадионе. В Спартакеаде часто принимают участие и другие управления и службы района. К примеру, сегодня это отдел по делам молодежи в желтых футболках. Общее время будет считаться. Беги быстрее! Страсти постепенно накаляются, а приложив все усилия, участники стараются победить. Это очень хорошее мероприятие, большой задор, хорошее настроение, все общаемся и весело проводим праздник. Каждый год у нас новые команды, это очень интересно, потому что новые соперники появляются. Я третий раз принимаю участие в этой Спартакеаде, это мне очень нравится. Вообще заряд огромных положительных эмоций, вспоминаешь свою молодость. Заместитель главы по социальным вопросам, которая приветствовала участников, поздравила их с профессиональным праздником. Вот хочется в этот день поздравить их с профессиональным праздником. Поблагодарить за ту большую работу, которую проводят они все, с категорией людей, которые находятся и в трудной жизненной ситуации. Это люди пенсионного возраста, это люди инвалиды. Профессиональные успехи, я считаю, есть у многих из них и заслуживают серьезных поощрений. Я полагаю, завтра на торжественном собрании глава района отметит своим вниманием и благодарственными письмами, грамотами тех людей, которые это сегодня заслужили. В общем, с праздником вас, уважаемые коллеги, еще раз здоровья, удачи, профессиональных успехов и благополучия вам и вашим семьям. Кроме этого, прямо на стадионе социальных работников поздравляли их многочисленные друзья и партнеры. Екатерина Родченкова, Григорий Зимин, 10 канал.